В 1965 году наш город был удостоен этих наград за мужество, проявленное в Мистер-Странске, что это город-Странск. С левой стороны наверху первый послевоенный парк, парк Победы. Он был отреставрирован и открыт к майским праздникам ровно в Костом-Моносад. Именно отреставрированный теперь это такое красивое место отдыха и для детей, и для взрослых, парк Победы. Позади у нас речной вокзал, мы его видели в корпусе теплохода, разворачивается в районе речного вокзала 17 века с острова Голодного, крепость царица, перенесли на высокий правый берегов. И с тех пор наш город строится только по правому берегу реки. Какой самый протяженный город в России? Вы знаете, самый протяженный город. И Сочи. Это Сочи, который протянулся вдоль Черноморского побережья Кавказа на 146 километров. Волгоград на втором месте по протяженности. Наш город это узкая длинная лента вдоль высокого правого берега реки более чем на 100 километров. А в глубину города совсем не ездит. Средняя глубина застройки города Осколки, Волга, слева. В западном направлении составляет 5-6 километров. Максимальная зона Мамаева в Курганах на 16. Вот мы поднимаемся наверх. Вот с левой здесь киноконцерстный зал на 1200 мест, здание вокзала. Вот он остров Голодный, о котором мы с вами говорили. Вот с начала 17-го века мы поднялись наверх. Смотрим в левое утро автобуса. Высотные жилые дома построены в форме парусов. Новый комплекс Органский паруса. Право в парке. Победа. Храм. Вот он храм Иоанна Престичи. Построены 12 лет тому назад. Примерно в том месте, где когда-то в Царицине стояла Престичинская церковь. Улица, по которой мы движемся, называлась в Царицине Престичинская. Сегодня улица Краснознамецкая. Итак, как крепость, наш город, просуществовал до конца 18-го века? Когда к России предсоединили Крым, Кавказ, границы нашей страны, отодвинули в Союз. Значение крепости царистому правил и стало обычным уездным городом в Саратовской Кубернии. С 1925 года царистом стал называться Сталинградом, а с 1961 года он построит сегодняшнее имя Волгоград. Волгоград один из крупнейших городов на Волге. Четыре города Миллионника на Великой Русской реке Нижминовгород, Казань, Самара и Волгоград. Мы на предмостной площади. Налево уходит мост Ворошиловский район. Мы остаемся в центральном районе города. Всего в Волгограде, 8 административных районов, выезжаем на проспект Киняна, главная улица города. Прямо перед нами. В начале проспекта памятный знак Владьян, Владьян, сельскохраняющийся рожевую крепость царистов. Назадо 1489 года. До основания нашего города смотрим. В правые окна автобуса и виден здание с колоннами, светло-желтого цвета, полукруглым фасадом, красивым сихором. Это дворец города, построенный в 1954 году. Здание с левой стороны, также с колоннами, здесь находится Волгоградская областная сегментрация, заседает наша областная дума. Вот она, центральная часть нашего города. Куда мы выехали? Она строилась по первому послевоенному генеральному архитектору страны. А лавян, щульцем, рожнев, которые проектировали, строили послевоенную Москву. Здесь работали наши замечательные сталинградские архитекторы. Вот вы обратите внимание на здание с левой, с правой стороны. Общественные архитекты, активного плана, жилые дома. Они строгие, торжественные, как бы подчеркивают героику города, построенные в начале 50-х годов в теле Сталинского ампира. С правой стороны, вот эта улица будет пешеходная. По ней вы сегодня обязательно пройдете. Она, аллея героев. Она соединяет набережную, откуда мы только что отправились на экскурсию. Смотрим налево. Площадь Павших Борцов. Вот она, наша главная площадь. Здесь закончится маршрут нашей с вами эксплуатационной. Это центр города. Это сердце Волгограда. А мы с вами продолжаем быть по проспекту Ленина. Сейчас на Святопоре уйдем направо на улицу Комсомольскую. Наслаждайся в память о мужестве молодежи Комсомольцев и ее стремь-градского сражения. Сегодня, когда вы знакомитесь с Волгоградом, конечно, трудно поверить, что наш город был разрушен полностью практически. На 91% жилого фонда Сталинград во время войны потерял. Это груда исковерканного железа бетона и битвы кирпича. Но за короткий срок наш город рано замечал, был восстановлен. И мы с вами знакомимся с возрожденным из руины пепла городом героем Волгограда. Мы выехали на улицу Комсомольскую. Она уходит вниз, спускается к Волге. 200 дней и ночей продолжалось величайшее сражение Второй мировой войны. Сталинградская литра. Из них 135 дней и ночей боишься на улицах Сталинграда. С 17-го и 19-го Сталинградское сражение. Здесь на берегу Волги тогда решалась судьба всей нашей страны и судьба всей Европы. С 14-го и 19-го года враг вплотное подошел к Сталинграду и начинается период даже с чемных уличных боев. Тяжелейших были бои в центральном районе Сталинграда за дом Павлова. Вот к нему мы едем. Он сходит в состав Мемориана Мемориана. Мы на улице Советской. В бывшей в Тарицине улице Астраханская. Сейчас будет перетекать улицу Порт Саид. Вот она. Свет светофор. Названа часть египетского города Павлосима-Волгограда. 1948 год. Страна. Сталинград. Еще только восстанавливались после войны. Но именно наш город стал инициатором создания движения городов Павлосимов. Первые города, которые откликнулись на предыдущие ресторанцев подружиться, это откликнулись японский город Керосима, Англия, Секове, Трифранцузские, Дижон и Египетский Порт Саид. Вот это улица Порт Саид. А мы ее перетекаем. Сегодня у Волгограда свыше 40 городов, с которыми поддерживаем экономические и культурные связи. Итак. 14 сентября. Когда начинаются бои уже в самом городе. 14 сентября 1942 года. Самый день. Вот в Нурбины не находится мемориал музея Панорама, к нему мы подъезжаем. Переправилась 13-я дивизия генерала Родимцева в составе дивизии 3 полка. Один из них, это вот 42-й полк полковника Елена. Он сражается по правую сторону от нас, вот за этими жилыми домами на узкой полудке Молжского берега. Наблюдательный пункт 42-го полка разместился в здание разрушенной мельницы. Вы сейчас увидите руины мельницы в центре мемориала музея Панорама. Это музейная экскурсия. Она вообще не входит в нашу сторону. Тем более у нас вообще пока вот музей только таким образом работает, чтобы по 5 человек поднимать. Индивидуально. Не групповые экскурсии. У вас будет такая возможность, у вас время после окончания экскурсии, можно будет сюда подойти или приехать. И вы обязательно пройдете, если захотите, то обязательно познакомитесь с этим мемориалом. Смотрите направо. Мы выезжаем на площадь Гвардейского. Мемориал музея Панорама. В центре. В центре это не дом Павлова. Это руины мельницы. Мельницу построили в месте места. Во время войны она была разрушена. Ее после войны не стали восстанавливать. Оставили вас в таком виде, как напоминание на всем о том, что война делается всем живым. Что на все превращается в мертвое. Что любая война это страшная трагедия. Рядом с руинами мельницы. Берите круглое, большое, светлое здание. Вот оно. Это панорама. Художественное полотно, выполненное по всему периметру. Все на холсте художник. Вы не идете туда, еще раз говорю. У нас вообще не входят. Это музейный комплекс. Он у нас в музей в обзорную вообще не входит. Это вы можете только самостоятельно после экскурсии. Я вам... Вы меня поняли все? Вы туда не ходите. Даже если вы не такая обстановка в стране и в городе. Мы вообще не ходим в этот музей. В обзорную экскурсию его просто нет. Да. Конечно, открыт. Сегодня работает музей. Он с 10 часов утра по местному, с 9 по московскому. Он уже работает. И вот 3-5 человек. Конечно, вы пройдете туда самостоятельно. Здравствуйте. Вы меня будете? Все. Все. Итак. Картина моего в Сталинграде. День 2 года работы. А я столько работаю. Мне вот нравится. Вы только поехали на экскурсию. Вы еще даже не знаете, что у нас будет. Можно я вам не буду говорить? У нас огромное количество времени из обзорной экскурсии уходит на Мамаев курган. Там мы с вами не пролетим и не пробежим. Мы там будем почти полтора лет от этого дома, который торцом выходил сюда, на эту небольшую площадь. Дом чудом уцелел. Он склинился в позиции фашистов. Но кто был в этом доме, командир полка не знал. То ли там есть вероятность, то ли дом в руках наших солдат. И он тогда отправился до разведку доставить сержанта Павлова и трех рядовых войсков. В ночь на 27-й этапе, вы ее и сейчас видите. Смотрите внизу, на розовом пятнышке. Видите надпись «Отсоим тебя, родной Старинград». Вот она, с левой стороны. Так вот, весной 43-го года, когда закончились уже бои в Старинграде, по этой улице проходит работница детского сада Александра Максимовна Черкасова. Она невольно остановилась у этого дома. Она увидела надпись, оставленную тем-то из защитников. В ночь на стене «Отсоим тебя, родной Старинград». Черкасова подняла зимние камешки и буквально нацарапала на кирпичах над буквой «Т» едва заметная буква «Р». И мы прочитали «Отстроим тебя, родной Старинград». Вот так по инициативе Черкасовой поднимаются все жители Старинграда. А в основном это были женщины. Создаются женские бригады, восстанавливают этот дом, а затем начинает восстанавливать разрушенный город. Мы рассмотрим камеру автобуса. Мы еще раз увидим этот дом, красную кирпичную мемориальную стену. И внизу отстоит тебя, родной Старинград. Смотрите. У нас буквой «Т» галочка. Словие «Отсоим». А над галочкой едва заметная буква «Р». Итак, мы сейчас с вами по улице 13-й гвардейской пройдем на площадь Ленина и увидим с другой стороны дом Павлова, с парадной стороны. После окончания Старинградской битвы из 24 защитников этого дома в живых осталось 8 человек. Среди них Яков Федотович Павлов. Он был удостоверен звание Героя Советского Союза за мужество, проявленное в Старинграде. После войны Павлов жил в Великом Новгороде. Волгоград приезжал часто был почетным гражданином нашего города. Умер Павлов из мека Тургунова. Он едва успел отметить, 91-ю годовщину до дня рождения через Субкин скончался. Но на тот момент у Тургунова осталось 16 детей, 62 внука и 85 правнуков. А мы с вами по улице 13-й гвардейской подъехали к площади Ленина. А мы сейчас проедем через эту площадь. Вы посмотрите в правые окна автобуса и увидите памятник Ленину, работы скульптора Вученича, автора мемориала на Мамаево в Кургане. За памятником колоннады светло-желтого цвета и в центре колоннады будет дом Павлова. Но это уже его парадная сторона. Так вот с этой стороны будет панно-картина в камне. Там в градке в площади Ленина. Мы рассмотрим в правые окна автобуса. Видим памятник Ленину, колоннаду, да? Памятником. И вот он в центре колоннады дом Павлова. Оборона этого дома. Это только одна страничка из героической летописи Сталинградского сражения. В Волгограде очень много памятных мест, братских могил и атеистов. Почти 150 улиц названы именами героев-дащики как Сталинграда. Но, пожалуй, самый величественный это мемориал на Мамаево в Кургане. Вот туда мы с вами сейчас отправляемся. Мы оставили позади центральную часть города, куда вернемся после знакомства с мемориалом на Мамаево в Кургане. Мы приедем на главную площадь города, площадь Павших Борсов, где приняли штаб из маршала Ессиха Смауниса. Сейчас едем на Мамаево в Курган по проспекту Ленина в северном направлении. Откуда название Мамаево в Курган? А пришло оно к нам вот с того далекого времени. Это 13-14 века. На Нижней Волге раскинулась Золотая Орда. Недалеко от сегодняшнего Волгограда, но только на левом берегу Волги, и в то время находилась столица золота Ордынского ханства, город Сарай-Берке. И предполагая, что на Кургане могли стоять сторожевые дотуры одного из величественных земников золота Ордынского ханства Мамая. С 13-14 веков. Вот это название так и живет в Волгограде, но прославил себя Курган не соль далекой стариной, а подвигами наших солдат берет великого сражения на Волге. И вот высота Мамаево-Кургана вне Сталинградского сражения обозначалась на фронтовых картах, как высота 102 метра. Из-за обладания этой высотой бои шли 135 дней и ночей. Первое послевоенное весно травы на Кургане не было. Настолько там были тяжелые бои за главную высоту России, как называли Мамаево-Курган в годы войны. Казалось, что...